Он горит лучше, чем свечка. Смотрите, это же ужас! Всего пару дней, вслед за одним видео, в интернете уже сотни роликов. Люди недоумевают, почему шоколад горит синим пламенем и выделяется сильный запах. Объясните, шоколад должен гореть или он все-таки должен таять? Певица Алсуа Бульханова сняла свой ролик и обратилась к подписчикам в соцсетях. Мы же не химики, мы не физики, мы не можем знать состав и нормы приготовления всех продуктов. Я, как мама, заботилась этим, потому что у меня двое детей и шоколад потребляется в достаточном количестве. Шоколад, который запустил флешмоб по всей стране российского производства с щедрым названием. Мы спросили у производителя, стоит ли беспокоиться о качестве. Горение шоколада и появление при этом специфического запаха является абсолютно нормальной и закономерной физической реакцией. Мы решили провести собственный эксперимент и обратили за помощью к химикам. Итак, мы купили темный шоколад от трех разных производителей и принесли его в лабораторию химии Казанского инновационного университета. Давайте посмотрим, будет ли он гореть. Если да, то почему? Это органическое вещество, которое содержит в себе и масло какао, и порошок какао, и различные другие жиры. А все жиры горят, говорит кандидат биологических наук Алла Иванова. Загорелись все образцы, но два шоколада были с высоким содержанием какао-порошка, поэтому пламя сильное. У него есть такое свойство впитывать в себя жиры и сахар. И вот обратите внимание, у того образца, у которого большого содержания было какао, он сразу горел. Почему? Потому что содержание жира очень маленькое, и поэтому образец сразу загорает. Он не успевает плавиться, он сразу загорает. Как раз небольшое пламя повод задуматься. Возможно, в шоколаде есть пальмовое и кокосовое масла, что далеко от ГОСТа. Вообще, горят продукты на просторах интернета все чаще. Поджигают сыр, рис и даже творог. Сомневались пользователи и в лекарствах. Так популярные капсулы называли пустышкой. А на деле оказалось, что порошка и быть не должно. Лекарство желеобразное, поэтому лучший способ проверить качество – читать состав. Анна Городнова, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин